Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать во второй выпуск шестого сезона Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tark. Начало сезона очень крепко поддержали Скаут, Кластер, Хлебный Мякиш, Бусик, Бонник Форевер, Ярослав, Вазап, Лысый, Злой, Илья Лето, Влад, Макс Макс, снова Бусик, Санитар и Привет Медвед. Спасибо вам большуще за вашу щедрость, будьте здоровы! В этом вайпе, если по деньгам будет всё хорошо, то попробую не убивать санитара, а сдать квест терапевту. Привет Новосибирск! Спасибо ещё раз за доброе слово. Всем приятного просмотра! По задачам у нас осталось знакомство. Это три скры принести, оружейник, модули, дефицит, три солева, аптечки, парвопера, ржо МР-133, либо купить можно его, либо выменять. Выменять можем на гречку. А что у нас получается тут? В продаже даже есть, прикинь. Ну купить не могу, мне денег нет. Туда-сюда, 15 тысяч, к егерю, ржо, МР, эй, купить. По рукам. О, получилось купить, прикинь. Ничего себе. Вот это я удачно зашёл. МР-ка есть. А значит мы можем прапору передать по задаче. Вторую мурку. Туда я. Ой, отлично. Начинаем день с того, что завершаем пробопера квест. Теперь доступен квест к выполнению проверка на вшивость. По этому квесту нам необходимо найти бронзовые часы на цепочке на таможне. Если ничего не поменялось, скорее всего, так и есть. Нам нужно будет в первую очередь раздобыть ключ от спецтехники. Этим ключом открыть кабину спецтехники, вытащить часы. И вынести их с локации. До пятого уровня чуть-чуть не хватило. 82 единицы опыта. Ну ничего, это вопрос одного, наверное, рейда. И у нас появятся уже первые дейлики. Ежедневные задачи, то есть. Окей. Нам нужен будет ключ от спецтехники. Поэтому первый рейд разведывательно-знакомительный, познавательно-оздоровительный. Мы пойдём на... куда? На таможню. Пойдём за Дикого. Зайдём в общежитие. Попробуем оттуда стараканить этот ключ от самой спецтехники. И принести его нашему чуваку, чтобы не было необходимости чуваку потом ходить в общаге и так далее. Опанчики. У Дикого была конкретная задача добраться до трёхэтажного общежития и на втором этаже в куртке забрать ключ от спецтехники. Выходы были в разных концах локации. Поэтому пока идём к общагам, собираем информацию по активности на карте. Затем решим, в каком направлении двигаться к точке эвакуации. Так. Дальний угол завода, КПП Диких. Вармянка у тройлерного парка. Но КПП Диких нам ближе. Всего будет выход, поэтому слева я слышал стрельбу. Прямиком давлю в общаги. Попробую на ноге просто залететь туда. Что у нас там есть вообще? В принципе, ничего особенного. Так. Вот так вот. Успею проскочить. Ух. Вроде успеваю. Окей. Прямиком в общагу. Вот она, трёхэтажная общага, которая нам нужна. Ага. Ой-ой-ой. Гасите, гасите его, не подпускайте. Ой-ой-ой, тут открыто первый этаж. Ну, это могут Дикие открыть, в принципе, боты обычные, я имею в виду. А может и нет. Нам вот сюда надо. Вот эта куртка нам нужна. Вот он ключик. Он самый. Блин, я ещё без бронежилета, без ничего. Голенькой. Не хотелось бы никуда ввязываться. Ага. Вовремя я ушёл. Пальба сзади началась. Паймамочки. Хантер шлёпает. Вэпер-хантер так. Хлёстки у него такие. Звуки выстрела. Так, по пути чё знаю. Посмотрю. Вот, кое-чё уже на продаже, уже имеется. Вроде как на таможне не тронули тайники. Так что. Может, сейчас по пути чё-нибудь ещё наковыряем. Ой, как хорошо, что я ушёл оттуда вообще вовремя. Ну, тут более-менее уже безопасная тропинка. Вот это мне до конца. По краю карты прям до конца, до упора, до угла. И всё, я на выходе. Там у нас КПП. Этих диких. Вроде как. А, нет. Это... Торога на военную базу. О, ништяк. У нас есть бронежилет. Ещё бы пушку. Достойную. Толкнул и трепилино. Свои. У, я чуть не обосрелся. Покачивание из стороны в сторону демонстрирует дружелюбное намерение. Вот, поэтому если вам покачивают, это для новичков инфа вот так вот. Это, скорее всего, мирный товарищ. Ну, сами понимаете, могут и обмануть. О, рюкзак дикого лежит, прикинь. Ништяк, ништяк. Отлично. Небольшой, но приятный трофейчик. Раз он отсюда прискакал, скорее всего, он уже тут лутанулся, да? Сейчас позырим. Если что, пусто совсем, то под лэп можно будет глянуть одним глазком. Хоть я и понимаю, что вышел просто за ключом. Раз уж ключ у меня, то лучше бы выйти. Но он, в принципе, этот ключ спавнится в абсолютно каждом рейде. Так что не такой уж и редкий предмет, честно говоря. Это так, больше для удобства, что ли? Нет, с тайниками, но на таможне полный порядок. Все тайники на старых местах. Ага, тут лутанул он, короче, этот товарищ. Вот это нам, возможно, пригодится. Изолента. Мешок позволяет. Будем складывать все, что не прибито, не прикручено. Вот так вот. О, здесь два ящика встало. Или это, опять же, рандом? На заправке стрельбу. То ли на сиськах, то ли на заправке слышал. Оно будет аккуратно шло. Патрона 7н40. И, надо же, не забрали. Патрон-то хороший. Да, обчистили, судя по всему. Гвоздики. Гвоздики. Если не себе, не для убежища. Ой-ой-ой. Мэрный наш. Ничего, как он меня увидел? Нормально, нормально, живем, пацаны. А, он уже на выход, видать. Он на выходе, да. Понял. Опачки, я тут не лутана. Опачки. Опачки, опачки. То, что надо вообще. Метаболизм у дикого тоже в первого уровня теперь. Не плохо, не плохо. Ну все, я почти на выходе. Сейчас еще тут в контейнере, в сумках там пошаримся. И все, домой. Там тайничок есть еще. Все этот не тронули возле дороги. Может и этот тоже не тронут. Может не лутались с этой стороны. Дикий вроде. Балабонит. Ох, 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 не лутана. Разгрузява. Это нам для медблока надо. Забираться. Так, что-то надо выкинуть. Вот это можно купить, заши выкинем. Блин, теперь и этот охота-тайник поглядеть. А, на дикий у нас-то работяга так-то. Занимается лутом. О, скромно, но... Предмет, который позже пригодится по квесту. Ой, не то нажал. С ОСКС. Короче, ничего тут интересного. Мелочь всякая. Двылочная, но я ее не продам. Хотя вместо вот этого можно будет цепануть. Ствол-глушитель. Двылочный. Вот тут лутали конкретно. Ладно, все, пошли домой. Хорошечно прогулялся. Неплохо так нашел полезных вещичек. Даже не знаю, радоваться или нет удачному рейду за дикого. Обычно, если у меня первый рейд за дикого удачный, то дальше не фартит. И наоборот. Если за дикого откись быстро, человек дальше как рыба в воде у меня. Поменяю бронежилет, потому что этот, во-первых, третьего класса, во-вторых, у него только грудная клетка защиты. Защиту обеспечивает. Это и грудь-живот. И четвертый класс брони. Ключик от спецтехники мы берем с собой. И этим ключом сейчас попробуем вынести нужный нам предмет с локации, так что сразу же можно отправляться за ЧВК на таможню. В 6 утра, пожалуй, пойду. Вот бронежилет бы я застраховал теперь, да? Мало ли, вдруг вернется. Мне нужно попасть на стройку, там есть бензовоз, в кабине этого бензовоза нужно забрать и вынести часы. Вон, где меня высадило, да? Окей. В моем случае, во-первых, нужно добраться до реки, во-вторых, решить, где будет безопаснее ту реку пересечь. Нужная мне спецтехника была прямо в середине локации. Именно там были квестовые часы. Если удастся их забрать, будем решать, каким из выходов сможем воспользоваться. Обычно я предпочитаю пусть самый дальний, но рабочий на 100% выход в другом конце локации. Немножко переначал, потому что долгий поиск игры был с утра. Я перезапустился в вечернее время. Около сколько сейчас там? 7-20 минут восьмого. До темна я успею, это точно. Тетрис, здравствуйте. Здравствуйте. Тетрис можешь себе забрать сразу, продадим. хорошо его. Вот рот, термит, ядрёна, вошь, какие тут вкусняхи хорошие. Значит, пойдём сразу на стройку, потихоньку. Быстро, не спеша, как говорится. Блин, через ВСРФ. Очень шумно, наверное, я пройду, да? Да. Что-то там возня какая-то недетская. Давай туда через эту сторону под стройку как раз и выйдем с воды. На средней перебежке перевалим. Ага, видел, да? Товарища под трубами, кто это? Кто ты, воин? Дикий или не сильно дикий? Могут ли там лазить дикие? Могут. Ну, ЧВК могут тоже. Тогда пойдём по дальней перебежке, получается. Мне сейчас... Ага. Смотри, зараза, какой. Он прекрасно меня видит. А сам в тень встал, и я его там не вижу, понимаешь? Ложись. Понял тебя. Пойдём туда на дальнюю перебежку. Вот так вот и корректируем маршруты. Походу, дело. Занял укрытие и закрут... Опа. Не с Кузи. Сзади уже поливают дикие с кем-то там. Локации полные, неудивительно. Неудивительно. Блин, думал, кто-то выглядывает. Уф, как же мне туда попасть-то тогда с ямы, что ли, заходить? Опасян. Тоже Опасян. Давай, наверное, отсюда попробую внедриться. Сейчас отдышимся тут. И докинемся как раз. Новый автомат. На себя оставим. Пожарим, что сами пользоваться будем. Попробую через разлом в наглое сюда залететь. Все, отвлекаются уже друг на дружку. Вот хорошо. Эй! Придется пошуметь. Дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец. Вот он! Капец. Одиночными точными не вариант. Открывай, пожалуйста. Вот они, часы. Все. Староканил. Вот теперь вы выйдете с локации. Ага. Да это поначалу, который с эмки стрелял тут пробежался, да? Это точно. Что ты орешь, е-мое? Не хочу здесь оставаться. Слышал на стройке там стрельбу. Он прям открыто тут лежит. Хотя жука можно было бы дернуть. Бастиончик у него там крышка ствольная была. Ладно, обойдемся. Надо стараться двигаться быстро. Так как шумим без глушителя. Так, на заводской возня. Калаши джебошат. Ну тогда верный вариант я вижу только пойти в обход и на дальнем выходе прям выйти. Я считаю, так будет лучше всего. Хлорка. Так, снайпера. Это в СРФ гудит. Хочу под лепмед сумку глянуть. И хочу машину синюю там посмотреть под КПП. Есть хорошие шансы там солеву найти. А еще лучше будет, если 114-й ключ найду. Это квестовый ключ будет. О, е-мое. А тут заняты, говорит. О, ящика нет, покинь. Кто-то снайпера там уже дербанит. Ну, вроде как с пистолета. Ох, ох, ох. Вот это нам надо для медблока. Че еще нам надо? Все, в принципе. Где-то он прям близко был тут. Блин, не попасться будем мы сейчас под пистолет. на таблетку. Ага, таблетку джахнем. Вау! Вау, какой эффект. Это вот насчет вот этого негатив пошел, да? Что якобы вот, под обезболом что-то неадекватное какое-то состояние состояние у человека. Ну, как по мне, вполне адекватно выглядит, не? Блин, где что есть, да? Вот эту машину на КПП, я хочу глянуть. Ой, зараза. Променяйте, да, это про меня. Ой-ой-ой. Это нехорошо. Жгут проклятый. Да не, нормально. У меня же автомат чем... Ооо, вот это огонь. Вот теперь глушеная бурна. Подходит. Базару нет. Вы еще и флешки накидываете, да? Зараза. Блин, ближе к выходу начинается кипиш. Надо бы выходить, выносить. Че, хотел, посмотрел. Дикие-то мне не нужны. Надо бы выходить, ребята. Как ты, зараза. Ты, ладно. Блин, хочется полутаться, хочется посмотреть диких. Но, зараза, надо вынести часы. Надо квест закрыть. Постреляться, полутаться, это у нас всегда... На это всегда у нас будет время. А вот вынести квест целый закрыть. Это в приоритете, однозначно. Каким бы многообещающим лут не казался. Все, идем на выход. Фух. Дикие-то, блин. Правда, дикие какие-то стали. Прикольно, прикольно. 14 минут на рейд ушло. Ну, главное, часы вынес, это хорошо. О, а последний-то Юсек. Чего, как оказывается, был. Ё-моё, подкрасить, что ли, в конце решил. Возле выхода. Ох-ох-ох, дейликов насыпалось. Ладно, поехали. Сначала задачи текущие закроем. Значит, смотри. Мы достигли пятого уровня. Кое-какие квесты дополнительно открылись. Но проверку на вшивость мы прошли. Часы нашли и вынесли. Передаем. И закрываем квест. Выдает теперь квест поисковая миссия. Связано это с лесом. Найти пропавший конвой прапор в лесу и временный лагерь Юсеков. Посылка из прошлого. Один из самых заковыристых квестов, потому что необходимо иметь ключ от Таркон офиса, забрать оттуда папку, потом пойти на завод и эту папку заложить. И пикник со стрельбой. ПВЕ-шный квест. Нужно просто убить диких в лесу. 15 без каких-то других условностей. Первый дейлик, который появляется у терапевта, это выжить на локации лес всего один раз. Тысяча опыта, пять тысяч рублей. Ну, такие простенькие, конечно, задачи, ну и награды соответствующие. Снабженец квест открылся у лыжника. Модуль 3М. Помните, бронежилет белый я вынес? Вот как раз по этому квесту он нужен. И ружье ТО-106 я тоже вынес в прошлом выпуске. Сдаем и закрываем квест снабженец. Дейликвест у миротворца на устранение диких на любой, кстати, локации Ухты. Можно совместить, кстати говоря, его с квестом пикник со стрельбой. Пару баночек соли это нам даст, а они нам нужны будут для пищеблока, насколько я помню. Ежедневная задача у механика найти и передать две батарейки типа АА. Это пальчиковые маленькие батарейки. Ну что, так как у меня есть глушенный калашик, то я думаю, будет правильным пойти покошмарить диких без палева на локации, да, и попробовать закрыть пикник со стрельбой Так, на МЧС, да? Дээм. Самый, конечно, лучший спаун. Но открытый прям перед всеми у всех на виду на глазах. Надо тариться в зеленку. Блин, руки чешутся в тайники заглянуть, но я знаю, что я сейчас из тайников начну выгребать все. И потом... Ладно, у меня цель рейда это чисто диких настрелять. Так что не поддаемся соблазну лутаться. Надо постараться чисто дикарей настрелять. Начнем, пожалуй, с поляны за за Б-16 вот этой, да? Или нет? Пойдем под скалы, наверное, блин, там прям популярная такая это будет. О! О, о! Все, пошел процесс. Один готов. Кореша, зови своего кореша. Так, один готов. Осталось 14. Блин, сейчас любой камень, любой куст может выстрелить. что такое? Как вы заколебали через кусты стрелять? Так, есть еще один. Осталось 13. надо будет их тоже незаметно облутывать, да? Чисто опыт сдернуть с него. Магнум-карпечь. Ничего себе. Попал бы, мало бы не показалось. Еще только двое на точку. Получается. О! Потихоньку переодеваться сейчас будем еще. полумазки нужны будут. Ой, все, пошло, пошло. Лутание. Ух ты! Ай, блин, а что я деньги-то не взял? Забываю, привык, что у меня в подсумке постоянно лежит несколько, там, пару десятков сотен этих рублей, тысяч. на вот эти вот как раз случаи выходов с локации на машине. Вот теперь я... Теперь я постоянно это все забываю, что у меня денег нет-то с собой. беру с собой деньги. Стреляли с двух сторон. Справа один-один слева побежал. Ага. Че вы пришел? Че вы пришел, по-моему. Это наша заправка. да, чувака? Не, че я-то накрутил тут себе автомат. уже полный лут. Батарейки по дейлику. там массинист, кстати говоря, где-то пистолетчики. зараза. Зараза. Че вы, где тут? Блин, не хотелось бы уходить, оставляя позади диких. Хочется использовать на стопор. Он меня видит, а я его нет. Где-то? Ага, вижу. Не вижу, вижу. Не вижу. Вижу. Ладно, давай тогда этого дикого добьем. Я не хочу тут снайперами летишить в прицеле. Ей-богу. Лучше пойду куда-нибудь в другую степь. На те же коттеджи схожу, прогуляюсь. Че ты где? Ух, зараза. Наверное, я разберу его калашик и выкину у него состояние не алё. О, вот так вот будет. Ах ты, попал, видал? Как не хотел я под этого массиниста выходить. Он тут, как тут. че вот тебе больше всех вот этого ПВП надо, что ли? Смосинки. Ладно, народ по-своему, каждый с ума сходит, да? Надеюсь, оторвался. Главное, сейчас, короче, вот здесь не попасться ему в прицел. Всё будет в ажуре. Молочка дёх-дёхнем. О, хорошо. Пойдёт. Я в зелёнке потеряемся, всё, не найдёт он нас. что за предательские откидывания тарков. тут тишина, да? А машина чё у нас там, кстати говоря? Живая. Давай, заходим в деревню, смотрим. Всё равно у меня оружие ближнего боя. Надо зачищать и выходить отсюда. Служивый! Ага. Есть. Клиентура. Есть клиентура. Блин, самогон. Так. Тос. Окей. Нет, не буду лутаться. Не буду. Не буду. Блин, шило, ёлки-палки. Мне же для санузла надо шило. Ё-моё. Ё-моё. Прямо на меня скидывает, прикинь. Ага, у меня тут массинисты под боком. Нет, Тарков, спасибо. Пошли, значит, в затопленную деревню. Посмотрим, как там дела обстоят с дикими. Малину мне подгадил, там один товарищ, но все равно я троих диких успел застрелить. Прогресс какой-никакой имеется, короче говоря. Молодчика, дёх-дёхнем. О, метаболизм, хорошо молочко прокачивает. Видал, уже третьего уровня. Пойдёт. Ага, а это в затопленной. Это в затопленной возня. Ага, а это в затопленной возня. Выход у меня на окраине. ЗБ ключа нет. На машину денег нет. Блин, он диких там гасит моих. Уф, вон они. Пошли, пошли, ребята. Это пачка ЧВК побежала, что ли? О, машинист справа. Понимаешь, он уже где? Пилит за airdrop там, походу. Вижу. Вижу, вижу. Это два ЧВК, получается. Поняли, где я, да? Патроны кончились, твою мать. Ладно, я сам молодец. Смог спокойно отойти. Было время, была возможность. Но даже закупаться ничем не пришлось. В принципе, есть трофеи, с которыми можно будет прогуляться. Есть автомат, есть магазины, патроны. Всё есть, в принципе. И медицина, всё есть. Бронежилет тоже есть. Останется, наверное, только наушники прикупить. Гасошахи хотя бы какие-нибудь можно? За 17 можно. Фарь, ё, 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 ё. И всё, ещё раз. Туда же, за тем же. Но постараюсь так же аккуратно. Что-то начал хорошо, прям обходил всё, что не надо было. Но в итоге влез в этот всё-таки ПВП. Азарт, азарт проснулся какой-то. Опа. Деревня новичков, говорит. Ну, теперь я не глушённый. Теперь я буду бегать галопом. Пострелял, нашумел. Убежал. Это с глушителем можно было занять позицию и поливать. А без глушителя такой вариант уже не проканает. Давай, наверное, в первую очередь я пойду туда. Где этот мастенист в прошлый раз был. Там диких. Посмотрим. Под скалой. Потом, скорее всего, вернусь сюда. На коттедже. Оттуда уже опять затоплено и всё такое. Очень много ЧВК. Очень много. Прям везде и всюду они. По всем тропинкам. Сложновато в начале вайпа. Так. Вот как раз за этой сопкой. Они должны будут дикие лазить. ЧИК. Нам асенистов, как собак нерезанных. Побежал, побежал, побежал. Один. Что-то за ним взяли. Ага, второй. Капец. Так. По-моему, это этого дикого щелкнул кто-то. Да, вон он бежит. А, нет, живой. Второй. Кто-то в мину вляпался. Поросята. Так. Пойдём под скалой попялимся. Слушай, а чё я конкретно за дикими-то хожу? Может быть, искать и параллельно просто делать? Диких пытаться, я имею в виду. Как считаешь? Так, наверное, правильнее будет, я так думаю. Пойдём на МЧС заглянем. На МЧС Солевы могут быть. Это... Это мне? По-моему, это мне. Бегу-бегу. О, нифига их там. Так, готов. А, патрон... А, вот они. Плесочки взял, взял. Всё окей. Мясные патроны имеем. Пофиг, пошли дальше. Там второй с пилигримом был. Точно. Чё это? Сейчас. Чё-то откуда? На! Валим отсюда. Тут Хантер был где-то. Если на него не нарвусь. Возможно, буду жить. Хочу на МЧС пойти. Эти, Солевы посмотреть, Солевы. Тем более, что и пилигрим еще есть огромный. Аквапепс. Пригодится. Для медблока. А, знаешь, я отчасти начинаю понимать, почему пацаны в ПВП лезут. Мы чувствуем просто по фану на такой слабой мундировании, в таком слабом оружии, на таком слабом поиграть. Судя по всему. Поехали, шуршим. А тут пусто все, прикинь. Вот это порожняк. Прям в ноль. Прям в ноль. Прям в ноль. Прям в ноль. Хоть так. По-моему, кого-то слышал я. Блин, да что пусто-то все? Прям в ноль. Прям в ноль. Прям в ноль. Прям в ноль. О, дикий. Ух тыиии. Всё, генератор будет у нас. Даже если погибну. Всё, в трусы сразу. Хомит сумка. Окей. Ух тыиии. 10 был значит значит мне еще четверо да осталось все употребиться обла имели тоже сахал с голодного края чабака пришел помячит все что и можно переварить пойдет пофиг метаболизм метаболизм наше все ящики смотри правда где попала лежат мурка которая уже не нужна и снимай нужно будет кстати но не скоро не знаю когда там оружейник у меня получится сделать надо сначала модуль найти короче говоря надо потихонечку лутать диких у диких есть возможность найти эти модули необходимые мне чего-то чего эх я думал тут если не соля вами то хоть искрами разжиться снабов тех снабовские всякие вот эти большие ящики пустые все еще по делику бат а то я профукал окей переливы нужны будут бп патроны заберем вот так вот просыпну я не переваляются да да они пустые елки зеленые либо тут кто-то уже утонулся потяжелый окей так пошли еще раз наверно через скалы через скалы через скалы о боже зеленок не хватает горят номер перегруз конечно тут мышца лево будет а искра окей пошли тогда еще раз под скалами посмотрим диких потом вернемся туда на поляну посмотрим диких и потом развернемся пойдем знаешь куда на коттеджи на коттеджах посмотрим диких я думаю что как раз к подходу коттеджем у меня будет настреляно нужное количество диких там же долутаемся туда и там же попробую выехать если все окей будет звучит как хороший план но я так и не понял кто помню с глушителя даванул я пытался дикого под камнем там залутать пришли новые подкрапления вроде нет готов услышал последний момент он как он видал он кодезисы видал Да? окей ой-ой-ой газоанализатор ой-ой-ой это нам надо реле нам надо сахар 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 заберем уж блин сейчас пока думать буду и да нафиг этот сахар он стоит там сейчас пять тысяч семь тысяч так один дикий есть сейчас вкус отойду надо докинуться патронами и дальше следовать своему плану пока все получается слава богу даже тайник на месте горит а там вода лежит это уже полутался окей окей а пожрать еще сельдь тушенка сайру можно заховать питоним выпиваем отлично метаболизм четвертого уровня все что находим все что переваривается с это едим так сейчас посмотрим еще чего у нас получается по нашему квесту пикник 11 все осталось осталось четверо осталось четверо давай тарков парочку тут и парочку там я домой машина есть интересно показываю показываю машина есть еще так тут нет никого а есть есть кабанчик готов троица осталось не вижу больше это вообще дикий был да это дикий был троица осталось троих у моста если их никто не тронул вполне реально найти если там никто не был но сейчас как раз такой тайминг что с болот затопленных могут туда подтягиваться пацаны я поэтому переживаю за машину что если они там утонуться прошу реку и захотят покинуть локацию то могут уехать на машине я потом с носом останусь и придется на за б-14 на окраину точнее бежать другой конец добежал блин живот вот бронежилет вот этот который живот не защищает меня жестко подводит жестко вот сейчас чуть-чуть он дал бы мне еще шанс я бы его перестрелял там чуть-чуть ему было хорошо пострелял диких но не добил квест и хороший хороший лут потерял вот в этом и проблема лутания когда не доделал квест и потом ходишь за этот лут трясешься и испытываешь дискомфорт из-за того что у тебя перегруз и плюс огроменный мешок ну окей это тарков здесь такое случается постоянно тем не менее в подсумок я спрятал свечу зажигания aqua peps а свеча зажигания в частности мне дает возможность построить генератор первого уровня генератор построить говорит 100000 надо ладно пошли торговать туда сахар то 13 500 в принципе можно брать на продажу так-то наторговал почти 200 тысяч есть в схроне и плюс дейлик мы закрываем с устранением диких десяточки для миротворца тут еще кое-что малеха получаем и в убежище ставим генератор банк лично сразу суда топлива что-то новое место там не занимала выключаем генератор как расход топлива нам пока не к чему и есть возможность построить кстати тир первого уровня так как я набор металлических частей то вынес и гайки тоже вынес тоже можно бам за двадцатку устроиться час говорит бежище тот еще в бардак конечно но ничего разгребем на сегодня у меня все всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился благодарю за вашу поддержку пальцы вверх и добрые отзывы всем приятной игры и до следующего выпуска до свидания а